Всем привет, с вами Priya. Новшеств в обновлении 8.3 становится всё больше и больше с каждым днём. Так как на текущий момент ПТР 8.3 только стартанул, и только самый первый билд его установлен, всё ещё будет в будущем развиваться. Ну а на текущий момент времени обновили аукцион, и обновили его настолько классно, что в принципе использование каких-либо модификаций сейчас ни к чему. И новичок, пришедший впервые к аукциону, никак в нём не запутается и не сделает чего-либо лишнего, и за нормальную цену продаст то, что нафармил, или то, что получил в процессе кача. Давайте внимательно рассмотрим весь интерфейс аукциона и подчеркнём различные новшества, которые в нём есть. Стандартный интерфейс аукциона теперь выглядит просто небольшим окошечком. И в нём даже есть совет. Щёлкните по предмету правой кнопкой мыши, чтобы добавить его в список избранного. Предметы из этого списка появляются сразу, когда вы открываете меню аукциона. Ну, в рамках ПТРа это как-то не особо реализовано, но нам нужно нажать просто-напросто звёздочку, и всё у нас появится. А для начала, конечно, чтобы она работала, нам нужно эти итемы добавить. Нажимаем звёздочку, ещё нажимаем звёздочку, ещё нажимаем звёздочку. И теперь, нажав вкладку «Избранное», мы будем видеть абсолютно все те итемы, которые мы добавили в «Избранное». Также можно покупать какое-либо отдельное количество, которое никак не связано, например, с этой цифрой. Да, нам доступно 40, но мы можем купить, например, 15. Или, например, 25. То есть, то, что выставляют люди по одинаковой цене, оно суммируется в общие стаки, в общие стопки, и по итогу мы можем купить любое количество из этой стопки. Это классно. То есть, нам не нужно теперь покупать один итем от одного человека, два итема от другого, три от другого, ещё один от другого. Оно всё лежит в одной стопке, по одной цене, и это очень удобно. Также изменили вкладку «Продать». Например, мы закидываем... Что мы хотим закинуть? Мы закинем мясо. И видим то, что оно уже есть на аукционе в количестве 90 штук и по цене одной серебряной монетки. Мы также можем поставить за одну серебряную монетку различной длительностью 12, 24, 48 часов и какое-либо своё количество. Ну, например, одна штучка. Объявите аукцион, и по итогу 90. Одно сочное филе. За медные монетки, кстати, ставить невозможно. Так, надо, значит, на каком-то другом итеме потестить. Тут у нас ничего не найдено. Если это мяско, например. Да, можно попытаться. То есть, например, ставим его за 12 голды. Одну штучку. И нам уже даже совет пишется, то что «This no need to undercut». Это число не должно быть пустое или что-то типа такого. То, что, наверное, цена неправильная по сравнению с той, которая здесь указана. Но мы же ничего не понимаем. Нам же нужно побыстрее итемы продать. Я не знаю, иначе как просто люди мотивированы тем, что ставят цену ниже вообще аукционной. Объявить аукцион. И по итогу появляется новый лот ценой ниже. И видно, кто продает и в каком количестве продает. Вкладка лоты также изменила свой интерфейс. И можно абсолютно все глянуть. Можно глянуть все лоты. Можно глянуть только жесткое мясо. Можно глянуть только сочное филе. Кстати, даже видно, кто его продает, в каком количестве. И на какое количество дней поставлен этот лот. В общем, интерфейс аукциона очень приятный на текущий момент времени. И Blizzard постарались на славу, сделав его для новичков очень удобным. Ну и для опытных игроков, которые хотят просто-напросто быстро все продать. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.